Здравствуйте! Вы смотрите новости на Первом Независимом. В студии Виктор Соловьев, спонсор выпуска, компания «Отличные наличные». И сначала, коротко о главных темах. Всем миром помогаем соседям. Забайкария готовит отправку гуманитарной помощи в Иркутскую область, переживающую разрушительное наводнение. Губернатор сильный или слабый? Российский бизнес-омбудсмен Борис Титов знает, как это выяснить без опросов и анкет. Мы расскажем об этом вам. Работа не клеится без служебного автолюкскласса. Министр Томских, кажется, снова подмочил себе репутацию откровенным заявлением. Страшное наводнение в Иркутской области сегодня стало центральной темой на оперативном совещании в администрации Читы. Уже началась работа по отправке гуманитарной помощи. Все мы знаем, что произошло у нас в Иркутской области. Это трагедия в России вообще. Мы все переживаем. Поэтому, Геннадий Николаевич, пожалуйста, с волонтерами сегодня отработайте. И давайте сделаем гуманитарную помощь. Кто есть желание помочь, поэтому привлечь. Собираем гуманитарную помощь, Геннадий Николаевич, у себя организуйте. То есть волонтеры выходят на нас потихонечку, будем отправлять помощь нашу гуманитарную в город Иркутск. Определившись с оказанием помощи, заседающие перешли к проблемам Читы. Отчеты из уст руководителей ведомств за прошедшую неделю сильно не радовали. Провалы на дорогах из-за прошедших дождей, подтопление улиц города и большое количество обращений по протекающим крышам. Прошлогодняя ситуация с дождями, видимо, не смогла научить ответственных вовремя готовиться к таким последствиям. В связи с тем, что точно произошло, поступило заявок 10 за 29 число. Итого по крышам, по тече крыши 22 заявки зафиксировано. По провалам на дорогах выявлено 30 случаев. Информация вся доведена до собственников и виновников этих провалов. Дальше по мусору 66 заявок только осталось. Несмотря на майские поручения от руководителя администрации по уборке свалок, до конца очистить город так и не удается. Сюда можно добавить и мусор, скопившийся на кладбищах. Сейчас, как утверждают в комитете ЖКХ, активно ведутся заключения контрактов с теми, кто будет заниматься уборкой. Хотя эту проблему поднимали уже не один раз с начала 2019 года. Зато борьба с тлей ведется очень решительная. Продолжаются работы по обработке зеленых насаждений администрации. Работаем 35 улиц, в том числе площадь Эволюции и сквер по улице Севославского. Парк Ружика. По вывозу мусора за неделю было вывезено 495 кубов. А почему у нас за Байкал спецтранс по контракту вывезли 112 кубов мусора? Это что? Они закончили то, что у них было, на 23 адреса. Работа закончена сейчас. За неделю? Да. Это все 23 адреса почистили? Ну, я бы сказал, сейчас ведем приемку, нас много что не устраивает, составляем претензионные акты. Не оставили без внимания и несогласованные земельные работы в черте города. Без каких-либо ордеров на улице Ленина были обнаружены вырытые ямы. Никто из присутствующих не знает, когда они появились и для чего – посадка деревьев или снова незаконные рекламные конструкции. Это пять ям, которые в линию через равное расстояние вырыты и закрыты деревянными щитами. Рядом находятся вот эти кучи. Я не знаю, может быть, это посадка деревьев, но нам и так должны быть засажены. Будем сегодня в течение дня разбираться. В заключение Александр Сапожников обратил внимание чиновников на подготовку к учебному году. Времени остается немного, а работы – непочатый край. Руководство администрации планирует провести выезд по школам и детским садам, чтобы узнать, насколько образовательные учреждения готовы принимать школьников и дошколят к первому сентября. Виктор Соловьев, Николай Шунков, ЗАПТВ. Краевую столицу накануне посетил бизнес-омбудсмен России Борис Титов. После встречи с забайкальскими предпринимателями стало ясно – высокие тарифы – главный враг бизнеса в нашем регионе. Жалоб на ресурсоснабжающие организации было столько, что Борис Титов сделал очень важное предложение. Один раз я был в Борис Титовском крае, еще когда он не был краем, был Читинской областью, и это было в 2005-2006 году, может быть, в 2000-м. Честно говоря, не очень много чего изменилось, такое впечатление. Кажется, что все как-то немножко так стабильно и одинаково. Стабильно хорошо или стабильно плохо – тактичный бизнес-омбудсмен России уточнять не стал, но по многозначительной улыбке Бориса Титова и так все было понятно. Что касается предпринимателей, наверняка у многих в этот момент так называемая стабильность пронеслась перед глазами. Посмотрим и мы. Нас пытаются еще больше задавить налогами. Мы никому не нужны в принципе. Все, у нас одни проверяльщики. У меня в этом году, по-моему, шесть проверок было. Как нам быть, я не знаю, выживать действительно или сворачивать, уезжать в деревню, покупать козу и жить спокойно, наверное, так. Во власти сидят бывшие руководители ТГК, в РСТ сидят бывшие работники ТГК, в ТГК бывшие работники РСТ, их родственники. Там все вот так вот переплелось, как в мафии какой-то, какой-то спрут. Такое впечатление, что мы в роли каких-то лабораторных крыс. То есть они что-то вводят. Если начнем тохнуть, они нас, значит, пересмотрят что-то. Если не начнем, значит, все оставят на своем месте. Митинги против рекордно высоких тарифов на тепло, электроэнергию, налога на имущество, когда не могли достучаться до властей, оккупированных представителями ТГК-14, приходилось кричать. Тарифы на тепло и электричество для предпринимателей в Забайкале несколько раз били рекорды по своей величине по сравнению с соседними регионами. Последствия недолго заставляли себя ждать. Растут тарифы на тепло и свет, растут цены и на товары, а это значит, страдают все. Все погубили. Почему? Электричество высокое было, солярка высокая, а все энергодосители высокие, фермы все загубили. Все в птицефатах было. На встрече предпринимателей с бизнес-омбудсменом России Борисом Титовым тема тарифов была главной. Накипело, устали, а главные враги, по мнению чтинских бизнесменов, это ТГК-14, ЧТЭНЕРГОСБЫТ и ЗАПТЕК. Региональная служба по тарифам, я считаю, что на сегодняшний день это полностью агент ТГК-14. У нас обширная судебная практика, то есть мы по поводу 35% уже совместно боролись. Тем не менее, было решение ФАС об отмене этого незаконного тарифа, но полгода проработав с этим увеличенным тарифом, то есть ТГК оставил себе эту выручку, то есть не вернул потребителям, хотя было решение, то есть антимонопольного органа. На 80-м месте мы находимся по уровню оснащенности приборами учета, то есть это 316-е, по-моему, постановление правительства. Здесь полностью загублено, я считаю, что это сделано тоже умышленно, потому что расчет форматива потребления ведется. То есть, ну, знаете, так вот просто можно пальцем в ней воткнуть, сказать, вот у вас сегодня столько-то будет. А вот по тарифам здесь такие монстры, тут надо, кажется, вмешательство все-таки было. Совершенно справедливо говорят о том, что тарифная комиссия Забайкальского края, она практически не влекает в ту ценообразование по этому тарифу. Еще хуже ситуация в районах. Заптово уже рассказывал, как в Шилке после строительства новой котельной тариф на тепло резко вырос, хотя местные жители ожидали снижения. Но краевая РСТ встала грудью за монополиста и гордо объявила, тариф обоснованный. У вас современная новая котельная, у вас нету таких технологических перерывов и так далее. В том числе это тоже было, конечно. Да, это, конечно, было все равно. Все новое должно окупиться. Один из членов у нас палаты построил котельную в районе. Но не буду называть, потому что он попросил полица. Боится, в общем. Когда он пришел в РСТ, конкретно ему Батуева, да, это наша начальная кредитная служба, сказала, что, ну, дословно, а что это тариф у вас такой? Он подумал, что большой. В итоге ему сказали, что это должен поднять его в несколько раз, потому что заптык, иначе будет смотреться на этом фоне невыгодно. Недалеко ушла от Шилки и Атамановка предприниматели на грани банкротства. У нас, допустим, в Читинском районе, конкретно ПГТ Атамановка, у нас, получается, 300% от экономически обоснованного тарифа завышена цена на теплоэнергию. Получается, что мы деньги зарабатываем, да, а у нас, ну, государственный орган, конкретно СТ, нам, значит, а у нас отнимают эти деньги. Где слабый губернатор, там тарифы растут сильно. Где более сильные, то там тарифы растут меньше. Что это вот для этого рейки работают? Никто не рассматривает эти, они же должны там рассматривать инвестиционные договора, инвестиционные контракты, которые потом вкладываются, да, инвестиционные составляющие тарифа. Это все ложится просто на тариф, и никто даже, и не контролирует. Реализуются эти, мы считали, что в среднем на 30% только эти инвестиционные проекты реализуются. Борис Титов уверен, все зависит от главы края. Если он в Забайкалье смелый, то ситуацию с тарифами решит. Тем более, что аппарат, уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте России, готов оказать поддержку. По энергетике действительно проблем очень много. Нам сказать, что мы провели очень большую работу, и можем сказать, что тариф сегодня превышен в среднем по стране на 29%. Это, конечно, такая средняя температура по больнице, потому что в некоторых регионах он превышает и 100%. Мы провели исследование сейчас с такими очень смелыми губернаторами. Это два пока пилотных региона у нас было, это Карелия и Ульяновская область. В результате работы, которую мы сделали, у нас очень хорошая бригада, которая считает реальный тариф. Который должен быть, а не который есть. В результате снизили и в Карелии, и в Ульяновской области, и в Карелии на 30%, в Ульяновской области тепло, например, на 50%. Решения губернатора тарифы были снижены. То же самое мы можем делать и здесь. Поэтому, если есть желание, мы можем предложить Александру Михайловичу, чтобы бригада наш префон ее знает, и мы можем посчитать тот тариф, который должен быть. И после этого мы можем будет уже принимать решение о том, что снижать и снижать. Такого поворота встречи, похоже, не ожидал никто. Ведь это реальный шанс, что тариф наконец-то снизится. Федеральные чиновники готовы включаться в работу. Готов ли поддержать эту идею Александр Осипов? Спустя час на расширенном заседании по инвестиционному климату предприниматели спросили у главы края лично. Борис Юрьевич предложил такую услугу, как выездная бригада по проверке тарифов, которая, как правило, заканчивается снижением. Александр Михайлович сказал, что мы работаем дальше в этом направлении. Кажется, все обрадовались такой новости, кроме региональной службы по тарифам. Руководитель ведомства Евгения Батуева тут же вмешалась в диалог. Это от СМОК Малоземов? Да. Ну, у нас сейчас предостережение ФАСПа официальное. От кого? От ФАС? Да, антинатольная служба. У нас совершенно как бы ФАСПа официальное. Ну, а нас-то касается, как бы, контрольный ФАСП. ФАСП не имеет права предупреждать кого-то в этом смысле. Это что значит? Форма у нас есть такая в законодательной прокуратуре, обращаюсь? Предупреждение. Это люди в два раза сократили тариф в Карелии. Но они же все оспорены и сейчас меняются. Они уже проиграли ФАСП. Мы проверяем и объективно проверяем, каков должен быть тариф. Еще ни разу мы не ошиблись в этих проверках своих цифрах. И еще никто не смог нам доказать, в том числе ФАСП, который там в регионе, который категорически все время выступал против таких проверок, что эти цифры не соответствуют действительности. А вот руководители субъектов поверили в эти цифры и снизили для предпринимателей тарифы. Снизили тарифы. И сейчас есть предостережение этим руководителям. Региональная служба по тарифам занервничала неспроста. Ведь бригада аппарата бизнес-омбудсменов уже помогала посчитать реальные тарифы в двух регионах, которые в итоге оказывались меньше существующих на 30 и 50 процентов. Первое, это сравнить на самом деле, насколько они высокие, какой из тарифов выше, где у кого и чего. То есть с кем мы сравниваем, где в каком случае. Это первое. Второе, в любом случае, там, естественно, везде, где будут найдены тарифы выше или среднероссийского, или среднерегионального уровня, то искать решение, каким образом могут быть эти тарифы снижены. Слабый губернатор, высокие тарифы. Эту фразу Борис Титов повторял несколько раз в течение встречи с предпринимателями. И хоть Александр Осипов в Забайкале не так давно, шанс доказать свою силу посредством снижения тарифов сейчас, кажется, для врео-губернатора самый подходящий. Гулял Хасова, Ирина Петрова, Николай Шунков, ЗАПТВ. Сейчас прервемся на короткую рекламу. Продолжим через пару минут. Не переключайтесь. Вы смотрите новости на Первом Независимом, и мы продолжаем. С плохих новостей началась рабочая неделя правительства. Сроки выполнения всех поставленных целей срываются почти всеми министерствами. О причинах задержек министры отчитались перед Александром Осиповым. Подробнее о том, кто вставляет палки в колеса чиновникам, расскажет Иван Тимофеев. Доклады об итогах работы властей за прошлую рабочую неделю не блистали радостными итогами. Почти по всем пунктам задержки и провалы. Такие печальные отчеты главе края сделали почти все министерства в ходе оперативного заседания. Министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта Алексей Гончаров рассказал, что строительство некоторых домов для погорельцев затягивается из-за того, что пострадавшие от апрельских пожаров не хотят подписывать договоры. Был просто ряд проблем, действительно связанных в том числе с согласованием с гражданами. Наша задача же не просто там настроить, чтобы они потом были недовольны, а именно соблюсти баланс и законодательство, и пожелания граждан. Вот в субботу один из таких примеров, это когда мы встречались с гражданами, точнее с гражданином в селе Горда, приоргунского района. Там, собственно, тоже мы проговорили, отметили их пожелания и заключили договор наконец-то, потому что они очень долго не хотели его подписывать. Однако ликвидация последствий степных пожаров не ограничена только строительством и покупкой жилья. Восстановление 89 чабанских стоянок, речь о которых заходит на каждом заседании, с мертвой точки, похоже, не сдвинулось. А на них выделили 180 миллионов рублей. Основная проблема у нас находится сейчас, до сих пор не начато строительство чабанских стоянок. Причем, по сути, Минсельхоз саботирует эту тему, потому что для тех сельхозпроизводителей, у которых решили строиться сами, до сих пор не разборный порядок и непонятно, когда деньги до людей дойдут. А сегодня у нас уже 1 июля, а время прожимает. По словам министра сельского хозяйства Дениса Бочкарева, деньги на восстановление стоянок дойдут до адресатов уже в среду. Помимо лесных и степных пожаров, природа проверяет на прочность наш регион и обильными осадками. В Красночукойском районе из-за подъема уровня воды в реке Докитуй смыло автомобильный мост. В результате три населенных пункта остались отрезанными. Вышла из-под контроля и ситуация с рухнувшим в прошлом году Каштагским мостом. На прошлой неделе проектировщикам было получено отрицательное заключение государственной экспертизы. Причем службой заказчика было рассмотрено проектировщиком. Мы проводили совещание, мы не увидели вопросов, которые бы прям тянули на отрицательное заключение. За два дня до получения отрицательного заключения, то есть у нас была стопроцентная информация, что заключение будет положительным. Не идет по плану и работа в Министерстве образования. С ремонтом школ, строительством садов и теплых туалетов также не укладываются в сроки. Нам не позднее начала августа необходимо провести все аукционные процедуры, чтобы мы успели освоить деньги и построить объекты. Сегодня они находятся все в госэкспертизе, заключение Синского района. Поэтому я прошу как-то нам помочь в этой стадии. Что интересно, причиной провалов установленных сроков стали не только подрядчики и различные ведомства. Задержки в работе Министерства, по словам Андрея Томских, возникают из-за отсутствия в подчинении у министра автомобиля. Видимо, судьба теплых туалетов зависит от марки персонального авто. А это служебная машина министра образования Андрея Томских. Ну что сказать, достаточно комфортно, можно сидя, можно лежа. Но если Land Cruiser 200 не особо и помогал в решении подобных вопросов, может, королевский Rolls-Royce поспособствует выполнению планов. Не на такси же ездить по школам до детсадам. Иван Тимофеев, Николай Шумков, ЗАП-ТВ. Самый масштабный полигон военной техники и вооружения развернулся на аэродроме Каштаг. Познакомиться с грозными машинами, посмотреть выступления военных и своими глазами увидеть выступления соколов России пришли более 15 тысяч человек. Акция «Военная служба по контракту. Твой выбор» уже не один раз проводилась во многих городах нашей огромной Родины. Эта акция не случайна. Сегодня в вооруженных силах Российской Федерации проходит службу около 400 тысяч военнослужащих по контракту. Среди них более 5 тысяч ваших земляков и забайкальцев. В этой акции мы приветствуем всех тех, кто посвятил свою жизнь в службе вооруженных силах Российской Федерации и делал защиты своей Родины. Мы участвуем здесь ветеранов, членов химии и военнослужащих. В Чите подобные акции проводятся постоянно, однако столь масштабные – впервые. На аэродроме Каштаг гостей ждал настоящий праздник со множеством площадок. Концертная программа, экспозиция вооружения, военные и специальные техники от воинских частей Читинского гарнизона в количестве 25 единиц. В том числе БМП-2, Т-72, Искандер-М, С-300 и БУК-М2. Экспозиция авиатехники Читинского клуба ДОСААФ, а также Читинского аэроклуба. Экспозиция вооружения техники времен Великой Отечественной войны. Площадки динамического спортивного показа, дзюдо и рукопашный бой. Экспозиция мотоциклов и ретроавтомобилей. Демонстрация мастерства от мотострелков из Борзии и парашютистов. На мероприятие около 150 человек написали заявление на дальнейшее прохождение службы по контракту. Безусловно, мы довольны. В первую очередь, мы довольны тем, насколько живо откликнулись жители города Читы на это мероприятие. Сегодня, по нашим оценкам, здесь более 15 тысяч гостей и жителей города Читы. И даже погода, которая сегодня с утра встретила нам за байкальским дождем, не помешала провести это мероприятие с высокой степенью эффективности. Несомненно, самыми ожидаемыми и зрелищными стали показательные выступления авиационной группы высшего пилотажа военно-воздушной силы Российской Федерации «Соколы» России. Несколько кругов в тесном строю над зрителями. Роспуск группы и ведущий звена полковник Александр Гостев, летчик-снайпер, летчик-исследователь, заслуженный военно-летчик России, казалось, играючи выполняет фигуру высшего пилотажа. Петли, бочки, боевые развороты, колокол, плоский штопор и, конечно, знаменитая «Кобра». Летали на самолетах, получается, домны, на наших СССР. Да, на СССР СССР. Есть ли разница, свой самолет и свой самолет, другой? Нет, нет. Самолет серийный. У нас такие же в Липецке, Су-30, Су-35. Но ребята летают не только на этих самолетах, они еще и летают на СССР Су-35. Мы летим в Комсомольск летать, например, в Дземге. Мы садимся на СССР Су-35. У нас такие же самолеты. Они серийные машины. Это как взять серийную машину какую-нибудь из автопрома, сесть на нее, вы же садитесь на нее и едете. Без всяких. Это уже капризы. Летчики Белорусской группы «Соколы России» лучшие летчики в стране и в мире. В «Соколы» попадают только сильнейшие летчики. Можно сказать, на генетическом уровне. В составе группы есть целая династия. У нас Сорокин и династия. Я уже говорил, что сегодня летает Виталий Сорокин, капитан, летчик всего лишь второго класса. Сегодня не вообще нонсенс, чтобы у нас летчик вторым классом показывал такие задатки. Но он, естественно, в этом году получает первый класс. До него буквально три месяца назад в составе группы, и вот в том, в 15-м году, когда мы здесь у вас летали, летал у БАФа, подполковник Андрей Сорокин. Сегодня уже он на пенсию, решил завязать службу с людьми. А у них еще есть дед Владимир Александрович, который уже не летает, естественно. Но вот он был на 15-летие нашей группы. Он был в восторге весь от повода внука своего. В Соколы России попасть сложно, но, как отметил Игорь Басов, можно. Кто знает, может быть, сегодня сердце какого-нибудь мальчишки загорелось небом, и в составе группы появится фамилия летчика родом из Забайкалья. Вячеслав Барнинский, Владимир Николаев, ЗАП-ТВ. Совершить сделку купли-продажи дома или квартиры и совершенно бесплатно полететь в отпуск на самые лучшие пляжи мира. Теперь это возможно. Седьмой по счету розыгрыш путешествия за границу принес Четинцу возможность воплотить свои мечты в реальность. Как? Расскажем далее. Приобрести себе уютный домик или светлую просторную квартиру уже праздник. Но на этом счастливая покупка или продажа недвижимости не заканчивается. Уже традиционно клиенты компании каждые полгода имеют уникальную возможность испытать свою удачу в розыгрыше 10 призов. А если фортуна – ваша верная спутница и вовсе побывать под ярким солнцем южных стран или посетить красивые города Европы? Подобный розыгрыш у нас проводится ежегодно, каждые полгода. Два раза в год проводится для наших клиентов. Те, кто воспользовались нашими услугами, совершили сделки купли-продажи. Как девиз нашей организации – это работая с недвижимостью, заботимся о людях. Ну и основная цель, конечно, это помогать людям приобретать недвижимость. Компания придумала радовать своих клиентов не только удачными сделками, но и крутыми подарками. И здесь все зависит от того, насколько вы счастливый и везучий человек. Принять участие легко. Надо всего лишь обратиться в агентство, зарегистрироваться и после приобретения купона ждать, когда маленькие помощники вытянут именно ваш номер билета. Принять свои победы! Принять свои удачи! Правильно делайте! Желтый купон! Будьте добры, пожалуйста, мне! Что бы вы хотели получить? Путешествие! Вот так сразу, да? Вот путешествие! Вот не скромничает! Молодец! Глупая! Оп! И что же там? Телевизор! Телевизор! Аплодисменты! Ну, буквально без пяти-пять. Я приняла ванну, собралась. Мужу говорю, выгоняй машину, мы едем. Все, он говорит, не поедем никуда. Я говорю, поехали. Он остался стоять возле входа. В очереди-то стояли, разговаривали с покупателем, которым продала квартиру, и назвали мой номер. Я очень счастлива. Выиграли мы телевизор. Ну, конечно, полезен. Как же не полезен? Особенно у меня трое детей. Комнату вообще не помешает. Десять счастливчиков, лопнув шары, выиграли себе современные телевизоры, умные мясорубки, многофункциональные микроволновые печи и качественные пылесосы. И только одному достался самый значимый приз. Сертификат на 100 тысяч рублей забрал себе четенец Николай Ваганов. Я верил, что ребенок счастливый, потому что у меня уже были подобные мероприятия, в которых я ни разу не выиграл. Вот не 100 рублей, не 1000. А 100 тысяч теперь, да. А 100 тысяч теперь? Выиграл! Аплодисменты, Николай! Ну, все-таки дело моей любимой дочки, потому что до этого я участвовал в подобных мероприятиях, но ни разу удача мне не сопутствовала на самом деле. Поэтому сегодня я попросил Вику, чтобы она опустила билет в барабан, потом, соответственно, попросил ее вытянуть этот билет. Ну, помогла нам другая девочка. Ну, и после этого Вика уже выбрала самый счастливый шаг. Если просто говорить о том, что, ну, мы попробуем, вдруг получится, то это не всегда приносит желаемый результат. Если говорить, что мы сейчас придем и заберем главный приз, то вот тогда, да. Компания «Актив недвижимость» на рынке уже 8 лет. Специалисты агентства помогают людям не только совершать сделки купли-продажи, но и на протяжении многих лет делают их счастливее. Виктор Соловьев, Евгений Погорелый, ЗАПТ-ТВ На сегодня это все новости, которые мы успели вам рассказать. Оставайтесь с нами, звоните в редакцию по телефону 415107. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова